Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, настаивает, что его подопечный не виноват в срыве переговоров об объединительном поединке против украинца Александра Усика. Напомним, ранее стало известно, что Усик заключил соглашение с компанией из Саудовской Аравии Skills Challenge Entertainment, которая должна помочь ему заполучить бои с Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Единственное, в чем заинтересован Усик, это жирный чек и поединки за большие гонорары в Саудовской Аравии, я не виню его за это. Я понимаю это, но не надо выставлять все таким образом, будто Тайсон тут самый жадный, ты отправляешься в Саудовскую Аравию, потому что там заплатят много денег, вот в чем причина. Если тебе платят в 3 или 4 раза больше денег, можете назвать это жадностью, хорошим бизнесом или чем-то еще, но к Тайсону Фьюри это не имеет никакого отношения. Вот почему Усик не хотел драться с Тайсоном в Великобритании. Мы предложили ему этот бой летом и держали это в секрете. Мы не распространялись об этом, и Усик так ничего и не ответил. Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, уверен, что промоутерской компании Skill Challenge Promotions будет сложно убедить Тайсона Фьюри сразиться с украинским боксером в конце года в Саудовской Аравии. Вероятно, самым большим вызовом для Skill Challenge будет поговорить с этим болваном и устроить бой с ним. Мы вышли из переговоров с Фьюри, потому что с нас было достаточно. Исходя лично из моего опыта, я не знаю, кто в этом виноват, Тайсон Фьюри, люди вокруг него или его промоутеры. Я вправду не знаю. Я не говорил с Фьюри, поэтому не знаю о его мнении. Мы разговаривали с его промоутерской командой. Каждый раз они говорили то об одном, то о другом, и затем однажды мы сказали, мы больше не можем с этим соглашаться. Вот и все. Нам нужно выйти из переговоров. Известный спортивный журналист Гаррет Дэвис утверждает, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может получить за бой с Александром Усиком в Саудовской Аравии до 90 миллионов долларов, тогда как украинский боксер – 50 миллионов. Если все пойдет по плану, то это будет изумительно. Турнир с боями Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Александр Усик, Тайсон Фьюри состоится. Если у саудовцев есть такие амбиции, если они могут это устроить, и у них есть, скажем, 250 миллионов долларов для его проведения, где-то около того, чтобы все эти парни вышли на ринг, допустим, в бою у Уайлдер, Джошуа каждому нужно заплатить 40 миллионов долларов. Это уже 80 миллионов, говорили, что Фьюри хочет 120 миллионов долларов за бой в Саудовской Аравии. Я сомневаюсь, что он получит такую сумму. Я бы поставил, что он заработает чуть больше половины от этого. Может быть 70-80, возможно 90 миллионов – это чрезвычайно много. Усик получит 50 миллионов. Сейчас у него есть сделка на несколько боев со Skills Challenge Promotions. Субтитры делал DimaTorzok